Другое, чем я гордился, было то, что другие женились, имея твёрдое намерение жить в таком же многожёнстве, каком они жили до брака. Я же имел твёрдое намерение, никогда после свадьбы не изменяя жене. И не было пределов моей гордости перед самим собой за это. Свинья я был ужасный, в то же время выображал, что я ангел. Да, сколько мы ни старались устроить себе хвалёный медовый месяц, ничего не выходило. Всё время было неловко, гадко, жалко и, главное, скучно. До невозможности скучно. Надо, чтобы супруги прежде воспитали бы в себе этот порог, чтобы получать от него наслаждение. Порог? Какой же этот порог? Да. Ну что, с одной стороны, ведь вы же говорите, если я вас верно понял о самом естественном и человеческом свойстве. Потребности даже. Естественно. Естественно. Ну вот, потребность, я вам скажу напротив. Я пришёл к убеждению, что это неестественно. Совершенно неестественно. Естественно, есть. И есть радостно, и легко, и приятно, и не стыдно с самого начала. А все же и мерзкое, и стыдно, и больно. Нет, это не естественно. Потому что стыдно не может быть естественно для человека. Что же это вы говорите? Ну, а как же... А как же по вашей теории, если согласиться с ней, продолжался бы род человеческий? Это как бы не погиб вскоре род человеческий. К тому уйдет. Нет, ну все же. Если бы все признали для себя это, как вы говорите, неестественно. Род человеческий прекратился бы. А зачем ему продолжаться роду человеческому? Зачем? Иначе нас не было. А зачем нам быть-то? Да чтобы жить. Жить. А жить-то зачем? Зачем жить? Вот вы как. А зачем жить-то? Зачем? Если нет цели никакой. Если жизнь для жизни, нам дана незачем жить. А вот если есть цель жизни, если цель человечества идеал, благо, доброта, бескорыстная любовь, как хотите. Если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что люди соедятся воедино любовью, что перекуют мечи на серпы орала или копии на серпы и как далее, то ведь достижению этой цели мешает что? 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 Мешают наши эгоистические страсти. Из страстей самые сильные, злая и упорная, чисто человеческая страсть. Страсть потребления, захвата для самовыживания. А уж след за ней, как часть ее половая плотская любовь. И половая плотская любовь, это ведь тоже не что иное, как страсть потребления, захвата, использование одним человеком другого в своих корыстных целях. Человек потребляет все. Потребляет неустанно, невоздержанно, неудержимо. Животное насыщается. Животное, зверь, знает воздержание. Человек никогда. Он не насытен, не воздержан во всем. И в этом ему погибли. И всего человечества. Ради своего... Господи... Личного, краткого блага, человек может отстабить все и всех. Всеобщее воздержание во всем. Вот одно единственное условие для выживания. Спасение человека и человечества. Покажет, что человечество живет и будет жить. Перед ним стоит идеал. И, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплатиться как можно больше. И не обезьяна или парижана, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствием половой страсти. И не идеал Хлистакова срывать с этой удовольствием. А идеал добра, бескорыстия, целомудрия, достигаемый воздержанием и чистотой. К нему всегда стремились и стремятся люди. Может быть, я не прав. И од strange ужасно. Три тасси. Продолжение следует. Продолжение следует...